В кино то же самое, в кино. Какие ушки будут у Шрека? Решают фокус-группы. Не режиссер, не художник, а фокус-группы решают, чтобы это подошло для всех. Каким голосом будет осел разговаривать? Бандераса. Очень хорошо. Поэтому, конечно, это довольно трудно внедрить. Вообще мир оглупляется. Мир оглупляется, к сожалению. Это не только российская проблема. Это вообще проблема мировая. Мир вот с этими гаджетами, со всеми вещами становится все тупее, все глупее. Люди пишут, уже не знают русского языка. Это все интернет, смс на язык. Это не русский язык. Это ну ты че, ну ничего, ну и все. И, конечно, для того, чтобы эти вещи внедрять, нужно идти на определенные жертвы. На определенные жертвы. И очень хороший пример, на мой взгляд, это фонд кино. Фонд кино сейчас, который помогает российскому киноинозгруппу, спрашивает, как один из ваших фондов. А какая коммерческая, так сказать, перспектива у вашего фильма? Коммерческая, какая перспектива у вашего фильма? И в этом смысле, она должна не об этом думать. Фонд кино, ну то есть, фонд кино должен думать о том, а вот как вот такое вот серьезное кино, которое там призвано делать человека умнее, человек из стали или трансформера, не делает тебя ни лучше, ни умнее. Ты выпил литр какой-нибудь сладкой воды, наелся жареного, этого самого, кукурузы жареной и провел два часа под летающие металлические предметы. И в этом смысле нужно идти на определенные жертвы. А какие жертвы? Не о коммерции надо думать в данном случае, а надо думать о том, как, например, продавать. А что значит продавать? Это значит доводить до зрителя вот те 70 фильмов, из которых много хороших, которые не доходят никогда до российского экрана. Доходят коммерческие фильмы, то есть фильмы, заточенные на получение денег. Любовь, морковь. Вот. Или там «Наша, Раша». Это мило, это имеет право на существование абсолютно, я ни в коем случае не критикую. Но не только это. Поэтому для того, чтобы, мне кажется, доводить какие-то важные вещи, то есть воспитывать, развивать и навязывать, если хотите, какие-то правильные ценности, для этого нужно идти на определенные жертвы. И это может сделать только государство. Например, на мой личный взгляд, создав государственную отдельную сеть кинотеатров, где показывают российское кино, где билет стоит в три раза дешевле, чем на «Трансформеров» и на «Хоббитов». Хочешь смотреть «Хоббитов» – платишь тысячу рублей. А вот тебе «Азори здесь тихие», а вот тебе «Небесный тихоход», старое кино. Любой уважающий себя город европейский имеет, я не говорю государственный, но имеет целый ряд кинотеатров, где идут фильмы Тарковского, Бенюэля, Гадара и так далее. Там билет дешевле, там не так много сеансов, они, может быть, не зарабатывают столько денег. Но культурные города, вот я жил в Оксфорде долго, долго в Кембридже, в Англии, на маленькие города, там по нескольку кинотеатров, которые показывают серьезное кино. Я сейчас говорю, ну, серьезно, это разные немножко вещи, да, внедрять правильные ценности, героя, там и так далее. Но если мы боремся за наши ценности, нашего героя, нашу самоиндентификацию российскую, и не поддаемся глобализации, то это стоит денег, вложений, это вложения, это инвестиции в человеческий капитал. Иначе мы будем покупать через несколько лет все в одних и тех же магазинах одежду, есть одни и те же гамбургеры, и в кино мы приходим. Очень сейчас похоже, прилавок, где продаются билеты на кино, очень похоже на прилавок Макдональдса. Очень похоже, вообще одинаково устроен. И это задача глобализации. Глобализация задача сделать. Дело никто не хочет завоевать Россию. Россию завоюют шампунями, и зубными пастами, и порошками, и недорогой одеждой, и кедами, и телефонами, и вот этими всеми вещами. Вот в чем задача. Задача лишить людей самоидентификации. И в этом смысле, кстати, Китай или Индия очень защищают себя от глобалистских вот этих вот всех штук. И один край глобализации – это бомбардировка Донбасса, а другой край глобализации – это человек из стали в кинотеатрах мира.